Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на соборные послания святых апостолов. Стихи 5-8. Толкование на соборные послания святых апостолов. Есть огонь. Ибо как огонь все истребляет, так и он. Ибо хотя он мал, но делает великое, он зажигает нам великий костер, потому что и сам есть огонь. И что еще делает? Прикрашивает неправду красноречием и изяществом, оскверняет тело, убеждая женщин приманками, через соблазн совершает убийство, клятва преступлениями присваивает чужое, воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Как видно на примере богача, страждущего в пламени. Вспомним Евангелие от Луки, главу 16, стих 24. Апостол примером удил и руля объяснил, что хотя они малы, но при хорошем управлении производят великое, и прибавил, что так и язык должен быть управляем разумно. Теперь предложенными примерами объясняет, что он заповедует не невозможное. Он как бы так говорит, иной скажет, что язык, хотя небольшой член, но производящий много добра и зла, трудно покорить нашей воле. Но это не оправдание, ибо если человек укращает зверей, отличных от него по природе, то тем более может укротить свой собственный член. Выражение «язык укротить никто из людей не может» должно читать не в утвердительной, но в вопросительной форме. Именно так. Если человек укращает и делает ручными неукротимых зверей, то неужели не укротит он собственный язык? Так должно читать это. Стихи 9-12. Стихи 10-12. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. И это «им благословляем» и «им проклинаем» должно разуметь в форме вопросительной, как и ниже следующее. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Апостол хочет тронуть слушателей. «Если нам повелевается всех благословлять, ибо злоречивое Царство Божие не наследует» Смотрим первое послание Коринфянам, святого апостола Павла, главу 6-ю, стих 10-й. То как не стыдно употреблять одно и то же орудие на зло и на добро? Никто из благоразумных не будет мешать одним и тем же орудием грязь и миру. «Молишься ли? Не проклинай врага, ибо между молитвой и проклятием большое расстояние. Если не простишь оскорбившего тебя, то и сам не получишь прощения, но сам привлечешь на себя проклятие, когда будешь молиться, чтобы тебе прощены были долги так же, как сам ты прощаешь должникам своим». Стихи 13-й, 16-й. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и все худое». Люди, любящие начальствовать и хвалящиеся мудростью мира сего, проповедовали наперекор православным учителям, завидуя им и примешивая к божественному человеческое, чтобы привлечь к себе слушателей новизное учение, отчего и ереси произошли. Посему, окончив слово об опрометчивости и необузданности языка, апостол обращает речь на зависть, которая рождается в людях от подобной же безрассудности, и говорит, что такие учения не свойственны истинным учителям, потому что проистекают не от божественной мудрости, но от бесовской. Сказал же он это, предварительно похвалив доброго учителя. А так как ревность или рвение может иметь приложение и к доброму, и к худому, ибо ревность есть пламенное стремление души к чему-нибудь, с некоторым уподоблением тому, к чему есть рвение, то апостол прибавил горькую, чтобы показать, о какой ревности он говорит. Сварливость же есть неодобрительная страсть к спорам. Называется так и оговор со злоречием. Стихи семнадцатые, восемнадцатые Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире Сеется у тех, которые хранят мир. Апостол говорит, что мудрость чиста, то есть беспорочна, не привязана ни к чему плодскому, беспристрастна, то есть не наблюдает разбора в пище и различных омовений, но об этом подробно рассуждает Павел в послании к Колоссянам. Стих первый Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? А от вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Апостол показывает, что хотя упомянутые люди присваивают себе звания учителей, однако они совершенно плотские. Они делают много весьма противного, изобретают себе удовольствие. Одни ищут пышного стола, что осуждает и Павел, говоря, что такие люди служат не Господу, а своему чреву. Смотрим послание к римлянам святого апостола, главу 16, стих 18. Другие желают приобрести поместья, иные богатые дома, иные еще иного, что внушает им лукавые, старающиеся лишить их спасения. Стих второй Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Здесь убеждает через положение и отрицание. Впрочем, положение умолчено, как неприличное. Неприличие в том, что подразумеваемое в положении составляет рожение похоти, ибо похоть оканчивается исполнением чувственного удовольствия. Убийство и зависть, припирательство и вражда – недобрые дела, почему и не достигают того, к чему стремятся. Нужно, впрочем, знать, что здесь говорится не о плотском убийстве и вражде, ибо это тяжело слышать даже о разбойниках, тем более о верующих, хотя некоторых, и приходящих к Господу. А мне кажется, что убийцами называет тех, которые убивают свои души, такими предприятиями, за которые у них и вражда против благочестия. Так и далее, в стихе четвертом, назвал прелюбодеями и прелюбодейцами не тех, конечно, которые таковы на самом деле, но тех, которые грешат против божественных заповедей, примешивая к ним свои вымыслы. Ибо никто не стал бы терпеть учителя-блудника, хотя бы и сам был грязней свиньи. Так и об убийствах и о войнах говорит не о телесных, но о душевных. Стих 3. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Так было с фарисеем, упоминаемым в Евангелии от Луки, смотрим главу 18, стихи 10 и 14. «Чем более перечислял он добродетелей своих, тем более заграждал божественный слух, и высокопарная речь была праздной в устах его, и обратилась в пену, как бушующая волна». Но скажет иной, «Если истинно обещание Господа Иисуса, этого неложного Учителя, что всякий просящий получает, вспомним Евангелие от Матфея, главу 7 и стих 8, то как же говорит это теперь настоящий апостол?» Отвечаем. «Для того, кто приступает к молитве должным путем, упомянутое обещание истины, он не обманется ни в чем просимом, а кто, удалившись от цели преданной молитвы, будет по видимости просить, но просить не так, как должно, тот на самом деле и не просит, а потому и не получит». Представь, например, что учитель грамматики обещает научить грамматическому знанию всякого приходящего к нему, а пожелавший учиться будет приходить не так, как должно, и не будет напрягать себя к усвоению преподаваемого, почему окажется на деле несоответствие с обещанием. Вжоль справедливо кто-нибудь припишет ложь в этом случае самому учителю? Таковой поступит неразумно, ибо желавший учиться приходит не так, как требовал учитель. «Как же и чего нужно просить?» скажет иной. Выслушай самого того, кто дал вышеупомянутое обещание. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. Вспомним Евангелие от Матфея, главу 6, стих 33. Очевидно, кто просит так и преимущественно этого, тот не обманется и впрочем, получи ничего, не отторгнет его от спасения. А кто просит вредного и пагубного, тому не станет подавать тот, от кого всякое даяние доброе. Даже и тот, кто просит знания божественного или другого какого-нибудь дара духовного, но просит для своих вожделений, не получит, потому что просит худо и на погибель себе, а Бог не подает худого. Стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Выше апостол только слегка обличил некоторых ложных мудрецов, искажающих божественное писание и в превратном виде употребляющих хоны по своей воле, чтобы иметь повод к своей сладострастной жизни, а это есть не другое какое-нибудь зло, но вид гордости. Теперь он выступает против них строже и как бы вопреки своей кротости употребляет слова укоризненные, называя таких людей прелюбодеями и прелюбодейцами и делает почти такие обличения. Скажите мне, легкомысленные, вы хотите выдавать себя за мудрецов, но откуда в вашей жизни распри и постоянная вражда? Отчего всегдашняя привязанность к настоящему? Откуда беспрерывное стремление к удовольствиям настоящей жизни? Это свойственно не мудрецам, но людям простым и склонным к дружбе с миром, что и показывает, что вы прелюбодеи. Ибо сокрытой внутри, божественной и целомудренной красоте вы предпочитаете красоту обыкновенную, скверную и постыдную, и своим стремлением к настоящему воздымаете вражду против Бога. Ужели не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога, удаляющая от любви Божией и показывающая нас врагами Бога. Миром называет здесь всю вещественную жизнь, как матери тление, приобщающейся которой немедленно становится врагом Бога. Ибо при рвении к бесполезному он небрежно и презрительно относится к предметам божественным, каковы и отношения мы допускаем к людям нечестивым и враждебным для нас. Так как два предмета, которыми занимаются люди, Бог и мир, и к каждому из этих двух предметов обращаются с любовью или с ненавистью, то, коль скоро мы сильно привяжемся к одному, весьма заметно явимся не родящими о другом. Ибо внимание производит любовь, а небрежение — ненависть. Итак, кто прилепится к предметам божественным, тот есть и называется друг Божий, а кто вознеродел Боги и возлюбил мир, тот в числе врагов Божьих. По элику же все это происходит от надмения и гордости ложных мудрецов, то апостол употребляет еще другое обличение, желая таких людей отрезвить от опьянения и возбудить от усыпления. Он говорит стихи пятый, шестой. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание «До ревности любит дух, живущий в нас!» Но тем большеу и дает благодать. Посему и сказано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Здесь употреблена фигура опущения, принятая обычаем оборот сокращенной речи. Апостол как бы так говорит «Я собственными словами убеждал воспользоваться своей мудростью правильно и неосужденно, чтобы вы по гордости не злоупотребляли ею, не подделывали и не извращали истинного учения. Если же вы желаете наставления и отписания, то послушайте «Бог гордым противится». Если Он гордым противится, а мы обыкновенно противимся врагам, то без сомнения гордые должны быть причислены к врагам, ибо Писание напрасно, без основания или по зависти не заповедует нам невозможного, насильно желает, чтобы через Его увещание вселилась в нас благодать. Поэтому, если вы покорны Писанию, то смиритесь пред Богом и получите благодать через возвышение от Него. Гордость есть надменная до крайности злоба, но отличная от самомнения. Гордость воздымается над подчиненными Ей, а самомнение над тем, чего вовсе не существует. Отличается и скромность от смирения. Скромность или смирение прямо противоположны гордости, и есть великие блага. И так как скромность, смирение и гордость бывают в нас по нашему произволению, то всякой возвышающей себя по гордости осужден уже и уничижается от Господа, тогда как того, кто сам уничижил себя по скромности, он возвышает в свое время. Ибо самое упражнение в смирении возводит приобретшего он на духовную высоту. Иначе объясняет святый Кирилл, если с завистью дьявола вошла в мир смерть, смотрим премудрости Соломоновой, главу 2, стих 24, и если Христос по Писанию вселился во внутреннего нашего человека, смотрим послание к Ефесянам, святого апостола Павла, главу 3, стихи 16-17, то вселился для того, чтобы упразднить смерть, происшедшую от зависти. Но он не только это подает, но и большую благодать. Я, говорит, он пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вспомним Евангелие от Иоанна, главу 10, стих 10. А что Бог вселился в нас по великой любви к нам, это ясно выразил пророк Исайя, когда сказал, что ни ангел, ни посредник, но сам Господь спасет нас по любви к нам и по печенью о нас. Как же Спаситель даровал и большую благодать, не заложив наветника нашего сатану, почему и прибавлено Бог гордым противится, ибо как не горд тот, кто возглашает, рука моя захватила богатство народов как гнезда. Смотрим книгу пророка Исаии, главу 10, стих 14. Блаженный Феофилакт, архиепископ болгарский, благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Стихи 19, 23. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня, и, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла?» Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Хотя Матфей и говорит, что смоковница тотчас иссохла, и что ученики, видя это, удивились, впрочем, ты не смущайся, слыша теперь от Марка, что они увидели иссохшую смоковницу уже на другой день. Сказанное Матфеем, должно понимать так, «И смоковница тотчас засохла». Тут остановись, потом читай, увидев это, ученики удивились. Когда увидели? Не тотчас, но на другой день. Кто так понимает, тот не встретит никакого недоумения. Заметь же, как Христос здесь является Богом. Ибо Господь через пророков говорит, «Я зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим, смотрим книгу пророка Иезекии, глава 17, стих 24. Но подивись, человеколюбие Божие в том, что и нам, уподобляющимся Богу через веру, дает чудодейственную силу, принадлежащую ему самому по естеству, так что мы можем и горы переставлять. Гора есть в духовном смысле гордый ум, высыщийся и упорный. Поэтому кто видит себя одолеваемым страстью гордости, тот, стараясь изгнать ее из себя, искать должен посещение и помощи Божией. Ибо тот горд, кто говорит, что все делает сам, а не помощью Божией. Такой человек должен запретить горе сей, то есть гордости, и сказать ей, поднимись и ввергнись в море, то есть в мирских людей, сущих в море жизни сей, и неверных. Сам же он да не усомнится, то есть да не отступает от Бога, ибо гордый отступает от Бога, говоря, я ничем не обязан Богу и не нуждаюсь в его помощи. Стихи 24-26 «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Кто крепко верует, тот и стремляет сердце свое к Богу. И скажу словами Давида, и изливает душу свою пред Богом. А кто обратит душу свою к Богу, тот соединяется с Ним. И его сердце, будучи согреваемо благодатью, удостоверяется, что получит просимое. Кто испытал это, тот разумеет. А я думаю, что испытали это все, кое-хотя сколько-нибудь внимательны. Поэтому и говорит Господь, что все получите, что с верой просите. И верующему все отдает Бог, когда тот со слезами высказывает пред Ним все желания в молитве и как бы за ноги владычней держится. А хочешь ли и другим способом получить просимое? Прости брату своему, если он согрешил в чем-либо против тебя. Видишь, как легко получить дар Божий.